Здравствуйте. Квартиру Гельмудиновых, в которой все произошло, нас не пустили. Как рассказали соседи, на тот момент там работала газовая служба. Вот когда спичка загорается, куда пламя ходит. Видите? Соседка Наталья Крамкова после случившегося боится пользоваться газовой колонкой. Хотя год назад она установила новую. Здесь же полностью все трубы меняли. Здесь унитазы меняли. И после этого практически постоянно у нас каждый месяц весь ходит проверять. Я не знаю, почему так это случилось. Сейчас Лилия Гельмудинова и ее сыновья находятся в детской республиканской клинической больнице. Семья идет на поправку. Вот я из-за маленького этого опасалась. Просто вот как будто он уже сознание терял. Глаза такие вот эти были. Уже, наверное, через минут 15, наверное, сознание потерял бы. Мы уже приняли все меры, провели необходимое обследование. Они получают необходимое лечение. И в ближайшее время, я думаю, что они выпишутся домой. По словам медиков, пострадавшие родились в рубашке. Угарный газ смертельно опасен. Всего несколько минут могут стать роковыми. Главное управление МЧС России по республике Торстан обращается к жителям с просьбой все-таки следить за своими газовыми приборами. При работе газовых приборов обеспечить вентиляцию и приток свежего воздуха. Поскольку именно из-за недостатка кислорода и образуется в итоге угарный газ. С начала года по республике зафиксировано 12 таких случаев. От угарного газа пострадало 34 человека. Двое погибли. Чаще всего причиной становилась неисправность газовой колонки. Примечательно, что в доме на Сибирском тракте на днях побывала газовая служба. Нареканий у проверяющих не возникло. Сегодня газовики вновь вернулись в этот дом. Пока идет проверка, жильцы стали более осторожны. У меня всегда окно открыто. Следить надо за газом. Самое основное, когда включил, надо смотреть. Караулить, чтобы не убежал в ничем.